Рад приветствовать всех участников FEMAP-симпозиума. Сегодня я хочу вам рассказать об опыте использования FEMAP с ИНХ иностранно в НПО Энергомаш. FEMAP в Энергомаш используется уже с 1996 года, и практически за четверть века накоплен огромный опыт использования FEMAP иностранно. С помощью FEMAP решаются различные задачи прочности, динамики для всех уже созданных и вновь проектированных ракетных двигателей. Сегодня я бы хотел показать часть моделей, которые были созданы за этот большой период. Начать бы хотел совсем известного двигателя RD-107-108, используемого для первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз». При проектировании этого двигателя, конечно, ни о каком КАЕ анализе речи не шло, конечно, элементном. Однако двигатель надежный, используется до сих пор, и он модернизируется. Здесь показаны собственные формы колебания этого двигателя вместе с рамой. Далее представлена наконечно-элементная модель двигателя RD-107-108, используемого на первой ступени ракеты-носителя «Зенит». Эта модель представляет из себя раму, траверсы. Траверсы используются для передачи нагрузки от камеры на раму и далее уже на саму ракету-носитель. Как вы видите, рама здесь представлена оболочными элементами, и оболочными элементами показаны газоводы. Тут задача решалась именно для траверс и проставок, а рама и газоводы здесь только для жидкостных характеристик. Здесь показаны модели для двигателя RD-180, используемого для американской ракеты-носителя Atlas V. В середине здесь показана решетка газогенератора. Сдача была очень интересна тем, что после испытаний в самых напряженных местах были трещины. Было непонятно, от чего они берутся, но конечный элементный анализ показал, что температурное поле очень сильно влияет на его напряженное состояние. Справа здесь показана большая комплексная модель. Здесь показан газовод, траверсы и рамы. Здесь уже довольно подробная модель, кроме торбонасосного агрегата и подводов к ним. Тут уже решается комплексная прочностная задача с учетом рамы газовода и траверсы проставок. Здесь модели для двигателя RD-191. Он используется для первой и второй ступени ракеты-носителя «Ангара». По центру изображены модели вилки узла качания. И очень интересная задача для сильфона. Сильфон представляет из себя четырехслойную оболочку, подкрепленную кольцами. Здесь решалась сложная задача изгиба с учетом контакта между слоями и подкрепляющими кольцами. Справа показана комплексная модель. Уже тут часть ракеты-носителя показана. И большая модель для RD-191. Сейчас хочу рассказать вам о задаче конкретной, которую мы решили в «Энергомэше» с помощью FIMAP. Тут на слайде представлен стенд испытательного комплекса «Энергомэше». Создание этих стендов было начато еще в 1947 году в связи с новыми задачами ОКБ в области создания и доводки мощных ракетных двигателей. Стенды эти предназначены для проведения огневых испытаний ЖРД большой мощности на компонентах керосин и жидкий кислород в условиях, приближенных к эксплуатационным, с имитацией натурных условий и соблюдением экологических требований. На этих стендах прошли отработку более 30 типов двигателей, двигательных установок, в том числе и те, о которых я выше говорил. Эти стенды обеспечивают многоразовые испытания без снятия двигателей со стенда. Здесь показан двигатель RD-191, уже установленный на сам стенд. Двигатель для проведения стендовых огневых испытаний устанавливают на подвижную часть силоизмерительного устройства. Это вот эта вот часть. Крепят к стендовой силовой раме, затем соединяются с стендовыми магистралями подвода окислителя и горючего. Само силоизмерительное устройство размещается в цилиндрической бронекамере с наклоном по отношению к горизонту 16 градусов. Здесь бронекамера задвинута, уже во время испытания она опускается. Собственно, какая проблема была при доводке двигателя RD-191? При огневых испытаниях отмечались случаи аварийного отключения по датчику осевых перемещений вала турбонасосного агрегата. По одной из версий, причиной этого могли стать деформации корпуса ТНА, вызванные нагрузками, приходящими от магистралей подвода топлива. Здесь это магистраль окислителя и магистраль горючего. Здесь, к сожалению, турбонасосный агрегат закрыт камерой. Для качественной и количественной оценки проведен расчетный анализ НДС системы двигатель-стенд, включающий двигатель, сами магистрали подвода и само силоизмерительное устройство. В первоначальном варианте конструкции системы двигатель-стенд магистрали подвода и окислителей горючего закреплены к переходному кольцу, жестко закреплена магистрали подвода горючего закреплены к раме двигателя. Рама установлена на внутреннем кольце переходного кольца. При этом на конструкцию действует осевая нагрузка силы тяги, приложенная на шарнире, который имитирует узел качания. При действии осевой нагрузки на внешнем кольце переходного кольца внутренние получат перемещение за счет прогиба более податливых ребер переходного кольца. Так как узел качания связан с рамой и с газоводом, то газовод переместится вслед за рамой и, следовательно, переместит и ТНА. Поскольку ТНА жестко закреплен через магистраль подвода окислителя к внешнему кольцу, а через магистраль подвода горючего к стендовой раме, на магистралях возникают внешние нагрузки, значительная часть которых передается на ТНА. Собственно говоря, вся эта гипотеза, о которой я выше говорил, подтвердилась. Вот здесь мы видим в синей линии отмечено перемещение точек двигателя. Это, конечно же, не устраивает конструкторов и нас, расчетчиков. Поэтому нужно было каким-то образом само селоизмерительное устройство ужесточить и ослабить жесткое соединение магистрали окислителя и горючего. Были приняты следующие конструктивные решения. Это столбы, четыре штуки, и ослабление магистралей. При этом перемещение, как вы видите на картинке ниже, зеленым цветом отмечено, значительно, практически в два раза уменьшилось. Это позволило, собственно, решить проблему, что подтвердилось на огневых испытаниях следующих двигателей. Так, ну и нужно отметить преимущества FEMAP, которые… Сейчас… Нужно отметить преимущества FEMAP. Это такие преимущества, как подготовка к геометрической модели, как в самом FEMAP, так и импорт моделей из CAD-систем на основе стандартных форматов. Таких… Акаджис, Parasolid, JT и так далее. Высокая эффективность создания конечных элементных моделей. Работа с большими моделями. Как вы уже видели, что практически все наши модели, они большие, комплексные, причем как двигателя, так и в связке с ракетой-носителем. Поддержка широко распространенного в промышленности процессора NX-настран. Ну и наглядное представление результатов. Спасибо за внимание.